Тимур Абдурахманов учился на кардиониста. Но случайная встреча с заграничным духовым инструментом, саксофоном, карьеру будущего народника оборвала. Молодой человек покорился звуком джазового божества и до сих пор готов играть только на саксофоне. В детстве были разные духовые инструменты, трубы, альты, все остальное. А так я какое-то время помню даже увлекался гитарой. Как-то так. Было время даже, когда я пел в группе. У нас была группа, мы играли панк. И я практиковался в пении. И после этого занялся саксофоном уже серьезно. Саксофон Тимур изучил от А до Я. Пробовал свои силы на разных видах сакс, остановился на сопрано, который начал познавать еще в школе, а продолжил в колледже. И по сей день ремесло свое не бросает. Я любитель фанка, поп-музыки, ну и где-то отчасти клубных вещей. Ну а так, в принципе, стараюсь играть все. Изначально вся импровизация и все остальное исходят от стандартов. То есть это музыка 30-х, 40-х годов. Оттуда все идет. То есть весь костяк идет оттуда. А там уже идет и фанк, и поп, и все остальное. Все вытекающие. Даже в хип-хоп культуре используется саксофон. Тимур утверждает, что саксофону подвластно даже творчество Курт Кобейна. В это с первого раза поверить сложно. Саксофон достаточно универсальный инструмент. На нем можно исполнять как эстрадную музыку, джазовую, классическую музыку. Так и музыку и тяжелых произведений. То есть какие-то, не знаю, там, ту же самую металлику, пинг-флойд, нирвану. Я знаю многих музыкантов, точнее даже одного, который сделал нирвану в джазе. Сегодня Тимур выступает в Москве. Недавно прошел его сольный вечер и в Калуге. Композиции музыкант выбирает разных стилей, чтобы понравилось каждому слушателю. Анастасия Ивашкина и Анастасия Бушуева. Для Легко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова